В нашей стране референдумов на федеральном уровне было всего лишь один по Конституции, но на региональном уровне и на уровне муниципального в Москве не было референдумов никогда. Я думаю, что власть сегодняшнюю столичную больше всего пугает именно прецедент референдума. Именно поэтому реакция прокуратуры была предсказуемой, но она еще была и, скажем так, непредсказуемо экстренной. Потому что если до нынешнего момента прокуратура не реагировала практически на любые наши обращения, и дождаться представителя прокуратуры было невозможно на наших заседаниях, то вот на заседании, на котором рассматривался вопрос о назначении референдума, прокурор пришел мгновенно, буквально будучи проинформированным, по-моему, за два часа до заседания о том, что мы планируем такой вопрос рассматривать в повестке дня. Формулировки исковые, катастрофически просто слабые с юридической точки зрения, потому что в формулировке говорится о нарушении, административном нарушении в отношении прокуратуры и неопределенного круга лиц. Я, честно говоря, не понимаю, как предоставлением гражданам права на референдум мы нарушаем хоть чьи ли бы то ни было права. Скорее наоборот, мы предоставляем возможность реализовать статью третью Конституции Российской Федерации, но не можем нарушить ничьих прав. Продолжение следует... Продолжение следует...